В первом документальном этапе конкурса на лучший волонтерский отряд участники предоставляли информацию о деятельности своего отряда. Во втором этапе учащиеся школ города и района приготовили творческие представления. Каждая команда попыталась как можно эффектнее отразить негативное влияние наркотиков, алкоголя, табака и призвать всех к здоровому образу жизни. Все наши ребята также помогают и Дому малютки. Ежегодно мы направляем собранные материалы, средства, необходимые для ухода за малышами. Эта всегда акция проходит очень интересно, потому что вся школа и родители, и учителя, и дети приносят памперсы, погремушки, присыпку. И мы собираем огромные красивые мешки, украшаем их сердцами, везем их в детское и соматическое отделение. Все отряды спели тематические песни, прочитали стихи. Ученики школы номер три провели зарядку. Ребята из шестой школы показали сценку. Волонтерский отряд школы номер семь в своем выступлении сами предстали в виде вредных привычек и наглядно показали, как они влияют на организм. Анапские школьники-волонтеры постоянно помогают нуждающимся, участвуют в различных акциях. Мы ходили к детям-инвалидам, помогали им, рассказывали о нашей школе. Мы дарили прохожим тюльпаны, свое добро. Мы участвовали в программе по освобождению войск, выходу войск из Афганистана. Для меня волонтерство – это общение в первую очередь, познание мира. Это способность помочь тому, кому помощь нужна больше всего. Это способность участвовать во всем, всегда, везде, познакомиться с такими же людьми, как ты. Все команды проявили себя в творчестве. По итогам всех этапов конкурса первое место занял волонтерский отряд школы номер семь «Лучики добра». Ребята поедут в ноябре в Краснодар представлять Анапу в краевом конкурсе «Дети Кубани за здоровый образ жизни», откуда в прошлом году вернулись победителями.